добрый день Денис сегодня мы с тобой вновь встречаемся дистанционно урок физической культуры раздел настольный теннис сегодня мы познакомимся с тобой с историей создания этого вида спорта инвентарем который применяется непосредственно при самой игре сколько человек могут участвовать ну и соответственно небольшие правила игры все это мы увидим с тобой и закрепим настольный теннис как вид спорта как сама спортивная игра основана на перекидывании ну или на перебрасывании специального мячика ракетками через игровой стол с сеткой по определенным правилам мы знаем что в школе у нас в подвальном помещении есть теннисные столы где уже неоднократно мы проводили свои уроки соответственно столы имеют свое обозначение условное свою разметку с которой в дальнейшем мы и познакомимся как вид спорта сам настольный теннис в принципе известен уже с 19 века большинство специалистов считает что он появился в англии своим рождением настольный теннис обязан дожди в английской погоде то есть на мокрых лужайках невозможно было играть в теннис и игру перенесли в помещение вначале играли на полу позднее из-за отсутствия больших залов появилась игра на двух столах расположенных на некотором расстоянии один от другого но мы с тобой узнаем что есть не только настольный теннис но есть и большой теннис где также теннисный корт перегорожен разметкой то есть разделен на две половинки условные площадки и соответственно есть теннисная сетка то есть настольный теннис так называемый пинг-понг или название гасима он известен еще со времен рождения большого тенниса простой инвентарь а главное небольшие размеры площадки позволяли играть где угодно это обеспечило широкое распространение настольной игры которая в короткие сроки стала излюбленной салонной игрой в англии а затем и в других странах европы азии и африки известно что игра велась строгой вечерней одежде женщины в длинных платьях мужчины в смокингах и фраках ну вот на этом слайде на фотографии а это именно фотографии это не рисунок то есть это отретушированная фотография 19 века на которой показан прообраз нынешнего сегодня настольного тенниса то есть если можешь заметить ракетки были абсолютно другие то есть использовалась воланная натяжка сетки они не были такими как сегодня то есть обрезиненными и маленькими соответственно как бы стол тоже не имел тех размеров о которых мы поговорим дальше ну сама игра носит конечно такой боевой спортивный задорный характер являясь одним из видов олимпийской программы соответственно он предполагает огромное множество вариативного разнообразия то есть в эту игру могут играть как два человека так и четыре то есть парная игра сама она происходит на столе то есть это все что касается стола размером 2,7 метра ну почти трехметровый стол соответственно единицы также даны указанием футах то есть 2,7 метра на полтора метра высота стола у нас 80 сантиметров сам стол как ты уже знаешь посредине разделен сеткой 15 сантиметров ну и размер теннисного мяча 40 миллиметров то есть четыре сантиметра в диаметре диаметре масса ну практически 3 грамма мячик должен быть окрашен в белый цвет основы игры соответственно складываются и следующего партия состоит из розыгрышей каждый из которых начинается с подачи мы с тобой знаем для того чтобы начать игру нужно выполнить подачу по современным правилам партия идет до 11 очков при парной игре при переходе подачи игру принимавший мяч становится подающим а партнер игрока подававшего мяч становится принимающим но это все касается именно парной игры когда играют по два человека с каждой стороны естественно что во время игры если вдруг мяч зацепил сетку и переместился на другую половинку то игра продолжается то есть касание мячом сетки в игре не считается за ошибку ну и конечно нельзя не вспомнить о нашем инвентаре то есть инвентарь у нас теннисе это конечно же кроме стола сетки это ракетка то есть при игре используются ракетки сделаны из дерева покрытого одним или двумя слоями специальной резины с каждой стороны у нас ракетки имеют двухстороннюю обрезиненную поверхность соответственно ручка у нас не изолируется для того чтобы можно было удобно и практично держать ну и говоря о ракетках мы не должны упомянуть о хвате то есть хват имеет практически очень весомое значимое значение то есть то как ты возьмешь ракетку как ты будешь ее удерживать во время игры какие движения ты будешь ею выполнять то есть перемещать либо удары накатами либо отбивание фронтальными будет зависеть во многом успех естественно у нас на рабочем столе существуют две разновидности хваток так называемая европейская когда ракетка расположена горизонтально вот у нас идет европейская вот этот у нас европейская и соответственно еще у нас есть азиатская вертикальная то есть вот это у нас рисунок азиатская вертикальная удержание ее еще называют хваткой пером потому что ракетка удерживаться пальцами точно также как ручка с пером при письме ну как мы держим ручку когда пишем соответственно так на рисунке у нас и показано как выполняется удержание самой ракетки для того чтобы овладеть конечно таким перьевым удержанием нужно очень долго практиковаться ну соответственно мы с тобой должны упомянуть и о мече то есть о теннисном шарике как его называют простонародье он выполнен из целлоида поэтому он так замечательно и отскакивает мячик размером соответственно 40 миллиметров в диаметре 4 сантиметра масса достигает почти трех граммов то есть 2,7 он может быть то есть мячик белого или оранжевого цвета но с 2007 года другой цвет мячей на международных соревнованиях не используется то есть либо белый либо оранжевый все и на олимпийских играх в зависимости от покрытия цветовой гаммы теннисного стола мячики подбираются соответственно либо белый либо желтый ну мы с тобой давай вспомним что такое подача то есть подача это ведение мяча в игру он должен быть подброшен мячик после подачи вертикальный вверх с открытой ладони не менее чем на 16 сантиметров подающий должен ударить по мячу так чтобы тот ударился один раз на своей половинке и хотя бы один раз на половине соперника при подаче мяч сетку задевать может но он не должен ее попадать внимательно прочитай на слайде что называется проигрышем мяча или подачи начисление очков ну соответственно при ошибках это при подаче при неправильной подачи и если упал на свою сторону в конце презентации я тебе даю ссылочку которую можно скопировать в браузерную строку и ты сможешь посмотреть нарезку самых захватывающих теннисных матчей надеюсь что урок тебе понравится спасибо за просмотр до следующих встреч